Всем привет! Сегодня 15 день войны на Украине. Некоторое время я не выпускал ролики на моем канале, потому что был очень занят. Чем я был занят, я вам расскажу во второй части этого видео. В первой части этого видео я опять хочу обратиться к россиянам и показать ту правду, которая происходит на Украине. Что делают российские военные на Украине и что скрывают от вас ваши СМИ, ваше правительство России. И самое страшное, что делают российские военные, это авиаудары. Авиаудары, авиаатаки, атаки с воздуха вернее. Потому что есть и бомбят и градами, бомбят и другими установками, и есть авиаудары. Это самое страшное то, что происходит сейчас, особенно в Харькове и в других регионах, в которых происходят боевые действия, и просто это сложно передать словами. Бомбят школы, бомбят университеты, бомбят жилые массивы, бомбят просто город, магазины и все тому подобное. Пару дней назад уже начали бомбить и села. Вот, например, в Харьковской области, сего Донецка, в котором нету никакой инфраструктуры, не то чтобы военной. Там даже обычной инфраструктуры нету. По-моему, фермерское хозяйство там было. И это село разбомбили. Погибла бабушка, погибла девочка, ребенок. Мирные жители, просто ни в чем не виноватые. В селе, в котором нет никаких военных, ничего нету. Но его просто разбомбили российские военные. В ночь с 9 на 10 марта прилетела еще в один населенный пункт, в Слобожанское, в котором нет никакой военной инфраструктуры. Но туда бомба прилетела. Кроме того, есть высокоточные российские авиаудары по Харькову. Но есть и хаотические обстрелы минами, минометами Харькова. И этим хвастаются российские военные. Они говорят, что бомбят украинских националистов. А на самом деле они просто стреляют в хаотическом порядке по Харькову. Просто уничтожая мирное население. И сами записывают видеоролики. Подразделения Росгвардии сейчас будут наносить минометный огонь по окраинам Харькова, по укреплениям националистов. Сами Северная Осетия, Смоздока, Росгвардия. Мы воюем за наших дедов, за то, чтобы националисты, которые фашисты, не распространялись в нашем государстве больше. За нашу землю, за русских. Всем привет, всем здоровым у духа. Вставайте и работайте, братья. А в Мариуполе... Российские военные атаковали роддом, в котором находились беременные женщины, девушки, дети, медицинский персонал. Но в России сказали, что там находились украинские националисты. Сказали. Они не показали правду. Ничего не показывают в России из правды. Они только обманывают российский народ. И какой ужас совершили российские военные. Атаковал роддом, где просто находились женщины и дети, которые никаким образом не относятся ни к чему, ни к военным, ни к националистам, ни к чему не относятся. Зачем? Зачем российские военные так поступают? Поэтому я опять обращаюсь к россиянам, у которых есть голова на плечах. Ищите правду. Российские военные не принесли никакого мира в Украину. Они принесли только смерть, разруху, уничтожение. И эта смерть, которую они совершают в Украине, совершают с мирным населением, совершают с защитниками Украины. Смерть очень сильно коснулась и российских военных. И эта смерть вернется в Россию. И обращаюсь к вам. Не отпускайте своих мужей, сыновей, родственников, родных и близких на смерть. Не отправляйте нам смерть. Прошу вас. Задумайтесь. Подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы остановить эту войну. Остановить эти убийства. Остановить эту смерть. Которая рано или поздно может выйти за рамки Украины. С которой россияне могут столкнуться у себя. Во второй части видео я вам обещал рассказать, чем я занимался все это время. Мне удалось выехать из Харькова для того, чтобы привезти в Харьков гуманитарную помощь. Я обратился к знакомым, я обратился к коллегам, я обратился к друзьям. Для того, чтобы они помогли с гуманитарной помощью. Потому что, когда я выезжал, была острая необходимость абсолютно во всем. В еде, в медикаментах, в детском питании, в детских товарах. И люди помогли. Люди загрузили машину, едой, товарами, обеспечением. Люди помогли деньгами. Они скинули денег для того, чтобы можно было купить самое необходимое. То, в чем есть острая необходимость. И спасибо этим людям, которые отозвались и помогали, и сейчас помогают. И во время, когда я уже возвращался, частично гуманитарная помощь уже была налажена. Она постепенно и сейчас налаживается. Да, есть определенные сложности с логистикой, есть сложности с большим количеством обращений, есть сложности с доставкой. Но основная все-таки часть гуманитарной помощи более-менее есть. И обеспечение в еде, это самым нуждающимся, более-менее хоть как-то, но оно налажено. Но самые большие проблемы и сложности, это касается именно медицинских препаратов, то есть медикаментов, которые очень сложно в Харькове достать. Либо даже когда происходит там поставка гуманитарной помощи, не все то, что есть в гуманитарной помощи, покрывает те необходимости нуждающихся людей, которые остались в Харькове. И очень большая потребность это в детском питании. Именно детское питание, как бы, больше всего и острее всего нужно, как бы, мамам с маленькими детьми. Потому что в Харькове это практически нереально достать. Это даже если и достать, есть возможность, то не всегда есть возможность доставить. Но волонтеры стараются, волонтеры собирают списки, волонтеры принимают обращения. Волонтеры это все пытаются доставить, развести к людям, которых нету возможности прийти за этой помощью, за гуманитарной помощью, которая приходит. Поэтому, в целом, как бы, ситуация по гуманитарной помощи, она-то налажена, но все-таки еще нуждается в усовершенствовании. И особенно это касается медицинских, ну, медикаментов и детского питания и памперсов. Это то, с чем я больше всего столкнулся в потребностях, то это касается медикаментов, детского питания и памперсов. Если кто-то, кто смотрит это видео, хочет принять участие в помощи, то вы можете писать в комментариях, можете мне писать в личку. Я скоординирую вас с волонтерами, вот, с волонтерами, которые этим всем занимаются, потому что частично я кое-каким направлением занимаюсь. Есть другие многие волонтеры, которые занимаются и помогают людям в Харьковском регионе. Кроме того, есть также необходимость помощи и в других регионах, не только в Харькове. Не только Харьков обстреливают и бомбят. Есть другие города, которые тоже нуждаются в помощи. Там есть, конечно же, волонтеры, которые стараются помочь и занимаются всем этим. В общем, за другие города я не могу вам подсказать и рассказать. Но за Харьков я могу вас координировать на волонтеров, если вы хотите помочь. Если вы хотите принять участие в помощи людям, которые остались в Харькове, потому что много людей осталось, мирного населения в Харькове. Не только военные, не только людей, которые занимаются защитой Харькова. Но и мирных людей, которые просто нуждаются в помощи и у которых нет возможности ни купить это, ни достать гуманитарную помощь и продукты для выживания в Харьковском регионе. Пишите все в комментариях, либо мне в личку. Буду вас координировать и направлять на волонтеров, которые занимаются всеми этими вопросами. Желаю всем мира, желаю всем добра, желаю, чтобы все жили. До новых встреч!